Шейх, трудный вопрос касательно воспитания детей, и тут даже, наверное, не столько вопрос, а сколько, видимо, люди ждут совета. Человек пишет, мы живем вместе с семьей, видимо, он с женой вместе со своими родителями, как я понимаю, и они не особо соблюдающие намаз. Могут делать, могут пропускать пост точно так же, как представители традиционного ислама, которые называют ваххабистами тех, кто строго придерживается ислама, сунны. Мы пытаемся отгородить детей от музыки, танцев, праздников и от всех вот этих мультфильмов, но они, видимо, родители, он имеет в виду, воспринимают это все в штыки, говорят, что дети маленькие, зачем так строго. Учат их всему тому, от чего мы пытаемся их отгородить. Ребенок слышит от нас одно, а от них другое. Что, как бы, делать в этой ситуации? Бисмиллях, альхамду лиллях, вассалату вассаламу аля расуле лиллях. Мы несколько раз ответили на этот вопрос, что семья должна быть отдельно, не с кем-то вместе живут. Вот явная ситуация. Родители не соблюдающие, сын и ее семья соблюдающие. Но несовместима такая семья, потому что отцом ты не будешь драться, с мамой не будешь ты драться. Она, когда хочет музыку поставить, когда хочет... Ёлку поставить. Да, что она хочет, она будет делать, ты не можешь ее заставить. Это их дом. Да, их дом. И ты, если это не можешь убирать, получается, и дети тоже вырастают в таком же ситуации. Из-за этого, даже если изначально, когда женились, нету, не получалось отдельное жилье делать. Но, тем более, когда дети растут, и семья есть такая несоблюдающая, тогда должна быть отдельная, даже снятая квартира, чтобы воспитать своих детей в исламе. Чтобы никто не мешал вам, людям, которые воспитают, чтобы никто не мешал, когда ты им запрещаешь музыку слушать, или запрещаешь часто смотреть мультики, или запрещаешь какие-то праздники соблюдать. Чтобы ты и твоя семья были хозяев этой комнаты, даже хоть одна будет комната. Чтобы они свои законы могли делать, чтобы не вмешивались туда тещи или же свекров. Чтобы сказали, это да, вы запрещаете, вы их мучаете, это, то. А если человек хочет помочь своим родителям вместе жить, он может каждый день утром приходить к родителям, то, что им нужно делать, дом почистить, или что они хотят делать, и уйти. Это не обязательно, чтобы вместе жить, чтобы было благодарным для родителей. Благочестия. Благочестия, чтобы было, не обязательно в этом месте жить. В таком случае ты отдельно живи, и приходи каждый день, спрашивай, мама, что тебе нужно, папа, что тебе нужно, что вам помочь. И делай насыщие, и родителям тоже, не забывайте их. Не оставляй в таком положении. Конечно, я оставляю, если мы видим своих родителей в этом дуне болеть какие-то неизлечимые болезни или трудно лечимые болезни, мы готовы даже все имущество продать, даже свою часть тела отдать, чтобы они вылечились. Почему? Потому что нам в сердце трудно видеть свою любимую маму. Самых близких. Да, самых близких людей в таком положении. Если ты искренне верующий мусульманин, вот эти родители, которые тебе сейчас так близко, они когда в аду будут гореть и кричат, тогда будет хорошо. Зная этого, почему ты сейчас же не стараешься, почему полной силы не даешь направить своих родителей на прямой путь. Люди, когда Ислам приходит, отношения с родителями еще худче делают. Наоборот, должно быть. Ислам пришел еще мягче с родителями, еще красивые нравы показать им, что ты изменился, ты принял религию. Не просто даже агиду принял, и все, нет. Вместе с агидом у нас должно быть и нрав пророка, саллиллаху алисалам, и с подвижников, отношения с родителями. И просит Аллаха, чтобы Аллах, саллиллаху алисалам наставил родителей тоже на прямой путь, плакать перед Аллахом, чтобы Аллах, саллиллаху алисалам наставил своих родителей. Потому что сейчас они живут, ты можешь им наставление делать, когда они умрут, потом поздно будет. Потом будешь вспоминать, отец не молился, умер. Или отец был грешный, он где находится. Потом ты будешь искать, чем могу я родителям помочь. Когда живу, можешь им помочь, наставление делать, напоминание делать и наставить на прямой путь. Когда они умрут, ты их не можешь помочь. Из этого много из... Когда говорят, мои родители кафери, мои родители муртари, мурщерки, как будто радуются, говорят. Если они такие, не теряй время чем-то, интернетом или другим, теряй с ним время, объясняй им, наставляй им, плачь перед ними, чтобы они наставили на прямой путь. Чтобы они не умерли на таком агиде, мурщерками, муртадами. Нет, цены не понимают, не принимают. Один раз не приняли, второй раз примут. От тебя зависит только напоминание им, донесение до них. А примут или нет, от Аллаха зависит. Аллаху алям. Причем, знаете, Шейх, такой момент, многие из тех людей, как вы сказали, ислам принимают, и они считают, что вот главное, это вот только Аклиду узнать, понятное дело, что это основа. Но если мы говорим, мы приверженцы Курана и Сунни. Аллах в Куране, когда Мусу, алейхиссалям, отправлял к фараону, сказал, скажи ему мягкое слово. Хотя Аллах знал, что он не примет ничего. Все равно так отправил. Наши родители не хуже, чем этот человек, который такие страшные вещи и вещи говорил. Наши родители не хуже, чем фараон. И мы не лучше, чем Муса, алейхарун. Который им сказал, Аллах, скажи им мягкое слово. Мы, как Аклиду принимаем, день пятна размолимся, как будто райские ключи в кармане ходим, и налево-направо таквир тоже бросаем, и ругаемся, и что хотим делаем, и как будто мы в раю. А с подвижниками наши предки как были. Делали деяния и боялись, что Аллах, с.м. их не примет. Делали на ищем уровне богобоязненным, потом тоже просили, чтобы Аллах принял, и боялись, что Аллах, с.м. их не примет. А мы делаем деяния, как будто какую-то обязанность даем. На, бери, если хочешь, принимай слово. Одолжение делаем, Аллах, с.м. и.м. и.м. У нас делали бы такую молитву, мы сами не приняли бы. Из-за этого на ищем образе молиться надо. И молитва, и айбада, и нравы, все должно быть у нас сравнено с предками. Как будто если сам принял бы, надо это нравы сзади бросать, такого не бывает. Многие такие у нас становятся, черствые становятся их характер. Никто не старается себя воспитать. Каждый видит ошибку другого человека, свои ошибки не видит. Если мы говорим мусульмане, мы с.г. мы салафиты, у нас должны быть салафитские внешность, и должно быть салафитское что? И нравы тоже салафитские у нас должно быть, чтобы мы назывались салафами в Аллаху Аля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok